пиашок вот мы уже начинаем наш замечательный испанский раннер с невероятно финским акцентом никогда не понимал как его волшебный акцент финский я думала он вообще без акцента говорит на его ранах он такой я бы сказал больше финский нежели испанский так и если рассказать немного о сюжете позволю собственно мы играем за джека сейчас 1960 год и джек является единственным выжившим пассажиром авиалайнера потепешшего крушения где-то в океане вот мы оказываемся рядом с маяком который является тайным ходом восторг все так удачно сложилось ну ранн начинают собственно не с кнопки новая игра у них специальный сейф который катсцены в этой игре не скипаемы там вначале ты видишь в самолете вот это все ля-ля это долго кстати здесь выполнят да выполнять небольшой скип на самом деле он немного сохраняет времени он пропускает кат-сцену а точнее кажется загрузку примерно 5 секунд и по сути мы запрыгиваем на ботисферу и спускаемся вниз внутри уже смотрим небольшую предысторию самого восторга и историю с муандра района что создал восторг потому как это является его детищем и воплощением сокровенной мечты сам город был построен с самого года утопия да да создание капиталистического общества основана на принципах кажется свободного рынка и независимо от правительства и религии свободного рынка там свободного творения художников там короче короче чтобы художник не мог творить что хочет и ничем не был обременен однако появились небольшие проблемы в виде того что должны были быть люди которые обслуживают этих художников творцов и так далее короче капитализм выстрелил в пятку или иначе вот и все пошло строго наоборот по сути иронично за что боролись не то и напоролись хотели без это свободный рынок получили там контрабандистов хотели художников чтобы они творили там чел вообще выше и двинулся безумных каких-то мутантов хотели свободу медицины там эксперименты на людях пошли и так далее да и как раз таки этой ситуации воспользовался главный антагонист это фрэнк фонтейн он занимался контрабандой провозила запрещенный материал такие как библии потому что религия и все предметы связанные с ней не были запрещены в городе сам город был закрыт и посему проворачивать эти хитрые схемы было достаточно просто ну и также он если не буду наладил производства плазмида добывая адам вместе с доктором тенненбаум они занимались этим потом райана бомбануло он бил по сути фонтейн ну как он читал нибудь не будем тянуть что уж тут ведь уже сам восторг и до этого слышали разговор джона и атласа по сути сейчас в самом восторге проходит некая гражданская война часть мутантов вот женщины-мутанты которые мы сейчас видим терется друг с другом в поисках адама мутанты сами появились в связи с тем что они злоупотребляли адамом их тело начало мутировать и сами они разом начали деградировать в целом ну и по сути нас как раз это по-моему джон джонни или какого-то зарезали должен был нас тренить потому что атлас видел что мы идем сюда ну немного не повезло ему сейчас атлас с нами свяжется скажет такой типа эй давай иди сюда я там тебе помогу расскажу что же за что спасти мою семью она там застряла беда в дарах нептуна и дальше контрабандисты в их логове смаггерс смаггерс кофе или что неважно это не ремастер это именно оригинальный bioshock я не знаю насколько сильно отличается ремастер но у них отличается сейчас кстати сейчас уже заполучили первое оружие заполучим гаечный ключ райана нас вежливо просят взять его и прийти дальше собственно благодаря ему мы этот завал и уберем ну и вот мы уже постепенно подходим к первому скипу если не путаю здесь надо сохраниться загрузить сейф и начать двигаться назад в то время как нажать фьюз чтобы подобрать вот этот плазмит первый который электрический и мы как бы застреливаем в катсцене но игра постоянно тянет нас обратно к этому месту она хочет прыгать катсцену поэтому все что происходит это раннера постоянно как бы поворачивает и тянет назад поэтому наша задача максимально спамить прыжок чтобы это в этом митигировать и когда уже уровень закончится то мы сможем двигаться нормально с этим эффектом будем три минуты как бы бороться то это все равно быстрее чем смотреть катсцену да она тоже длится где-то три минуты и нужно будет дальше еще собственно пройти ну как ты собственно сказал и по сути как понимаю сейчас основной нашей задачей является добраться до медицинского павильона и собрать плазмит дающий телекинез что собственно им пригодится в дальнейших скипах очень очень хорошо в лифт попал потому что что то что мы как бы по сути пешком передвигаться мы вообще не можем если мы будем пытаться двигаться пешком у нас будет просто тянуть назад сильнее чем быстрее чем мы двигаемся за счет этого мы постоянно именно из-за этого мы постоянно прыгаем вот но когда мы прыгаем и как бы естественно головой ударяемся в потолок вот и зайти например в лифт было бы намного сложнее но там как раз пользуется тот факт что там толкает немножко вот и помогает нам залезть в этот лифт очень легко там споткнуться о камни место само по себе да и правда очень специфическое чтобы легче было спамить прыжок прыжок ставят на колесико а ты если попасть на эту часть к концу и раньше времени эта игра может из-за площади поэтому лучшим случае перезагрузиться и не зайти за на ну и вот собственно можем наблюдать если не путаю что кажется эффект как как это цены проходит в сути вообще в мед павильоне основной задачей по сюжету является убийство доктора штаймона потому как райана заметив нас потому что мы являемся шпионами пришли по его душу и он заблокировался дверью вот и чтобы пройти дальше мы должны забрать уж таймона ключ и дойти до батисферы где находится семья атласа что рассказывает в городе помогает пока что а также кстати во время катсцены мы впервые встретили сестричку и большого папочку что защищает сестричка сам адам собирает и как понимаю производит его благодаря мариусском прикреплены на нее а папочка защищает сестричку от нападения мутантов мы что больно уж они простая цель здесь будет интересный скип концу уровня то что на самом деле мы там будет дверь которую можно активировать с помощью электрического плазмида что скипает как бы довольно долгий диалог примерно 50 секундный скрывается и мы быстро выше покидаем уровень сам собственно теперь медицинский павильон уровень который сильно изменился ну вот отсюда уже начинается как бы смотрели этот раунд допустим на одном из последних гдк не так давно по моему сейчас начнется что-то новое мы ведем за то миганом если кстати не путаю здесь есть один очень интересный своеобразный скип или глич когда нужно будет умереть в углу определенной комнаты так как она связана с другой локации полностью в bioshock вы умереть не можете вы как бы у вас есть вы просто можете рискаться в определенном точке как бы у вас там патроны вытеряете что-то еще не помню и это бусится сильно для сварпа но каждая локация имеет определенные точки где она вас зареспавнем вот и после того как мы подберем огненный плазмид сейчас мы себя задамагаем чтобы телепортироваться на нужный на нужный респавн-поинт огненный то есть как бы сильно мы себя много убивать не будем раньше чаще это пользовалось вот но нам это нужно чтобы растопить лед и взять телекинез а телекинез это один из самых важных как бы вещей в этом ране лед нам необходимо растопить по сюжету чтобы пройти дальше собственно ну и телекинез это как ты сказал самый основной плазмид прям мы будем использовать он также и в целом врагов неплохо дамажит важно нанести себе урона чтобы триггернуть фреймы неуязвимости когда первом bioshock у вас хп опускается до нуля вы не сразу умираете у вас там идет 2 секунды неуязвимости вот если вы триггерите эти кадры неуязвимости то у них довольно долгий кулдаун вот и сейчас вот он как себя в углу убьет сейчас он уже сжег себе это произошло и мы оказались по сути в мед павильоне на дефолтную точку и о начало этого великого прекрасного скипа глича по сути мы должны запрыгнуть на голову врага убить его враг подошел поближе к двери и перемещаем его получилось нет нет не получилось очень сложно выполнить трюк поэтому желательно сохраняться допустим перед убийством во время нахождения на теле и по сути клипаем через стену или же дверь как в этом случае хитбокс тело застревает а мы прилетаем дальше вот мы же попали в дыры нептуна если кому интересно то именно в дырах нептуна фонтейн фрэнк фонтейн расположил здесь построил рыбный завод в котором и позировала вся его нелегальная деятельность так вот и некогда здесь были обнарушены моллюски которые вырабатывают адам их обнарушила танненбаум наблюдая за человеком что которому прикрепился этот самый моллюск и в дальнейшем изучив их изъяло адам и вместе с фонтейненом начала производство плазмидов и гентоников мы будем вот единственная сестричка обнимаем по сути у нас есть выбор мы можем либо убивать сестричек либо очищать их как в нашем случае но наш выбор влияет на концовку то есть если мы будем спасать сестричек и избавлять их от этих моллюсков то тогда концовка будет хорошей насколько я еще помню когда встречаешься с танненбаум если у тебя как бы там несколько вещей на это влияет я могу конечно придумывать но у меня помнится что у нее немного диалог другой и естественно локация как называется после таяна она чуть-чуть быстрее приходится а может просто анимация быстрее если ее спасать убежище тенненбаум кажется если ты про это ну да да мы про скипли задание клипнуть через стену по сути здесь мы должны были помочь одному из подельников фонтейн и прикол в том что когда мы заходим в саму камеру, выполнив его задание, сделав снимки необходимые. Мы должны положить в ящик свое оружие и сразиться с ним, чисто используя плазмиды. Однако, так как мы действуем немного иначе, наше оружие в любом случае сменится на дефолтное. Это дробовик и гранатомет. Гранатомет нам будет необходим для сражения уже с боссом в самом конце игры. Да и в целом дробовик пригодится при убийстве, допустим, папочек. Кажется, когда будем выполнять задание с провождением сестрички, тогда в конце появится большая папочка, напавшая на нас, и мы с ним должны будем разобраться. Так что, дробовик нам в помощь. Собственно, добираемся до Смагдерс Хайдаута, где находится Батисфера, типа находится семья Атласа. Да, и вспоминаем, что ты из своего прошлого, ферму, семью. То все эти люди. Важно, что в воде мы прыгаем, такой небольшой сейф. Чуть быстрее получается, чем ходить по воде. Он застрял на чем-то. Немного пришлось себе идти. Вот и сейчас, по сути, мы подпускаем Атласа к Батисфере с так называемой семьей, но скипаем катсцену, отходя назад. И, собственно, должны будем спуститься вниз, чтобы помочь товарищу, потому как Райан выпустил мутанта. И, да, он взрывает Батисферу. Нет, семья Атласа мертва. И мы можем слышать, как Атлас вскрикивает о том, как нечасто судьба, и как ужасно обошелся Райан с его женой Мойрой и сыном. Кстати, периодически Райнер также скипает аудиофайлы для того, чтобы быстрее продвигаться, собственно, по самим локациям или заходить на новые. Ну, это за счет делается, потому что отменяют диалоги более короткими диалогами. Это раньше использовалось в куда большем количестве мест, теперь не так, в не так многих местах это пользуются. Это один из самых коротких уровней вране. А, нет, это Аркадия, нет, еще не то. Аркадия – это та зона, где, когда мы доходим до определенной части, Райан, по сути, отравляет воздух. Да, мы уже и сейчас могли видеть этот яд. Он хочет убить и остановить Джека, но, по сути, если проходить казуально в общий режим, то мы должны будем выполнить задания, очистить воздух. Мы это, собственно, скипаем. Да, потому что мы, как раз мы дойдем до триггера, собственно, где запирается выход. Если мы на этот триггер не будем смотреть, то он как бы не произойдет, и мы сможем просто перебуститься через триггер и уйти просто в следующий же уровень, полностью проскипав в другую локацию, я не помню, которая связана с Аркадией, где мы, собственно, и готовим этот антидот. Заливаем вентиляцию. Ну, это как раз скипаем и переходим уже к следующей локации. Пытался понять, почему у меня такая большая задержка, потому что смотрю прям далеко на русский. Ах, я сейчас ЕС и смотрю. Ну да, да. Они у меня друг на друге наложены, как бы особо не видно. И форт в ролик, уровень, который будет скипаться абсолютно целиком. И полностью скипается задание, которое рассказывает немного о прошлом Джеку. Да. Вот, и мы когда приходим здесь, она в гефест, вот, но ботисфера уплывает, и мы должны там с коэном что-то делать. Вот, но на самом деле, когда ботисфера уплывает, она только визуально уплывает. На деле она все еще там. Соответственно, если мы делаем, что мы сейчас сделаем. Много не получилось. Да, там три гефа главное задеть. Да. И мы можем переместиться. По сути, здесь мы выполняем, да, задание Сандроса Коэна. Он просит убить своих трех учеников, чтобы закончить скульптуру. А также мы узнаем о прошлом. Джасмин Джоли, что забеременела Тендру Райана. И, оказывается, у них был ребенок. Эндрю Райан об этом не знал, но Джасмин продала эмбриону этого ребенка Тенен Браун. Да, они с Фонтейном делали всякие хорошие делишки. Да, Райан об этом узнал и, будучи очень недовольным, убил Джасмин. Теперь этот чел понадобится нам, чтобы пропустить в Гефест. В Гефесте мы должны сделать бомбу и взорвать что-то. Делать мы это не будем. Раньше это был довольно большой квест, где надо было собирать куски бомбы, там нитроглицерин, что-то еще, бла-бла-бла. Вот, и потом ставить ее. Вот, а сейчас мы просто пройдем сквозь стену. Ну да, по сути, мы этого чувака проводим необходимое нам место, точку, чтобы, опять же, убить его и клипнуть дальше. Через дверь. Просто к черту все задания. Забавно, как в чате обсуждают Санкт-Петербург. И различие плохо. И вот мы уже переходим в Центр управления восторгом. Все-таки это не столь легкий эскейп, так что периодически приходится перезагружаться. Сейчас он, на самом деле, мне кажется, достаточно быстро идет, потому что на тех же прайксах он очень часто застревал, приходилось периодически перезагружаться. Да, сейчас здесь будет большой скип, потому что здесь, когда мы доходим до Райана, игра показывает нам долгую концену, где Райан, собственно, перед нами болтает долго, потом понимает, что мы его сын, и он заставляет нас себя убить, говорит, что мы раб. Что мы делаем в начале этого уровня? Мы включаем диалог и открываем дверь. За счет этого, как бы, мы откладываем телепорт на предыдущую локацию. Сейчас мы дойдем до триггера, где начинается катссцена Райана и кончится другой диалог. Перепишем его с помощью кассеты. И, как бы, сработает триггер выхода в предыдущий уровень. То есть, мы уже триггернули катсцену Райана, но при этом игра нас из нее вытащила. Сейчас, когда мы там придем, там будет просто открытая дверь. Вместо того, чтобы смотреть катсцену, мы просто, как бы, активируем ключ. Сколько мы кроки и плоти Райана, по сути, мы можем взаимодействовать с этим ключом. Да. Нам, по сути, не придется собирать устройство, обходя там другую локацию. Ну, кстати, еще во время выполнения этого задания мы узнаем, что являемся сыном Райана. Также, что генетический Джек был взрослый, так сказать, его рост был ускорен. И, то есть, после того, как его здесь где-то год выращивали до 19-летнего возраста, его отправили на белый свет и затем вернули обратно для того, чтобы выполнить свою миссию. И, то есть, управлять Джека можно было с помощью фразы «Будь любезен», которую часто использовал Атлас. Ну, Райан как раз таки сейчас рассказывает нам о том, что сына ты меня разочаровал, и мы используем ключ, чтобы деактивировать самоуничтожение, так сказать. Потому как, да, Райан хотел изорвать город, видя наше дальнейшее предвижение, чтобы не отдать его в лапа Атласу. Ну, и мы узнаем немного уже по собственным воспоминаниям из прошлого. Райан, по сути, сейчас должен быть мертв, но он продолжает с нами болтать. И мы убегаем сестричками уже в убежущих Тененбаум. Где нас полечат от того факта, что у нас перепрошит, скажем так, мозг. Мы реагируем на The Wood You Kindly и так далее. Эту часть, вот эту часть она типа из нас уберет, но еще зашита какая-то плазмидовая. Другая фигня плазмидовая, да, но с ней мы никак бороться не будем, мы ее скипнем. В сути, мы потом должны идти в офис к сушенгу и что-то там тоже какое-то лекарство делать, потому что типа нам не помню, что происходит. Чтобы остановить желтый код, он сначала сокращает хп, а затем у нас плазмиды начинают как-то рандомно работать, и мы не можем его управлять. Но да, мы скипаем это задание. Проти бы раньше, выйдя из ката-сцены, скипим. Ну, сейчас ждем, пока одна из маленьких сестричек приведет нас к двери дальше. Можно своровать у нее шоколад? Мы этого не делаем пока. Очень важно на нее смотреть, когда она доходит до двери, потому что иначе она не начнет, ну медленнее начнет диалог на двери. Если это случилось, то это значит, что это хороший рейт. Так, круто. Но она не делает ничего вообще. Это просто для веса и счастья. Этот теди-бор может сделать... Он может сделать тебя сбежать на нее, или просто сбежать вокруг двери. Ну, собственно, мы продвигаемся дальше. Да, осталось вместе с этой четыре локации. По сути, финальная уже. Постепенно подходим к концу. Здесь как раз-таки нас Фонтейн и просит убиться большого папочку. Понимает, что не работает. Да, он использует команду желтый код. В следующем уровне мы пытаемся это исправить. Ну, как, пытались бы, если бы нас это волновало. А нас это не волнует, так что можем продолжить движение. Здесь мы, если не путаюсь, должны будем затриггерить мутанта, чтобы в дальнейшем вновь использовать его для эскипа. Точнее, для клипа. Клип не через невидимую стену. Вот, триггерим его. Немного не получилось. Мимо упалил. Обычно он подводит его ближе к метро, но сейчас ведь мы решили переместиться чуть раньше. Ой, застрял. Представляю, как ты умница стороны. Даже несмотря на то, что у него сейчас не получается добраться до необходимого места. Впечатляет. Кстати, часть локации он также проскипает. Кажется, на испытательном полигоне, то есть чуть ли не совершая скайуокинг. И вот мы выходим в шахту сломного лифта. Здесь вот был вот этот как раз, перед лифтом это как раз была невидимая стена, которую мы пропускаем. Да. Но мы вытолкнули себя благодаря серфингу на трюпе. Да, и сейчас нам надо скипнуть. Сейчас тут будет скип, где фантейн заваливает выход. Да, он будет убегать от нас на испытательный полигон. Блокируя, по сути, дверь. Нас это не особо волнует. Да, там просто если по таймингу все сделать, то можно успеть пробежать, где только он заваливает дверь. Причем, если обернуться назад, то Атлас останется в этой позе. Но, возможно, мы этого не увидим. Это очень забавно смотрится, когда ты пробегаешь мимо него, и он такой стоит. А, ну и, конечно же, благодаря встрече с Райаном, мы узнаем таки, что Фантейн, Атлас — это один и тот же человек. И как раз таки, подменив что ли, свое убийство, он принял другую личину Атласа. Все-таки потратил свое время на это. Я показал. Вы могли видеть Атласа в этой позе. Сменив амплуа, Фантейн стал Атласом, и уже начал наступать на Райана с другой стороны. Кстати, мы уже перешли в Испытательный полигон. Последняя локация, да. Да, перед босс-файтом. Здесь изначально мы должны перед Испытательным полигоном собрать костюм папочки, стать большим папочкой и изменить голос, запах, чтобы сестрички нас уже здесь привели дальше. Здесь потом мы должны делать типа три секции типа того, где мы сопровождаем сестричку, пока она собирает Атлас. Вот, но мы кипнем все к нам постоянно. Ну, как раз таки, пройдя в дверь. Вновь сейчас Райнер пытается выполнить клип. О, получилось отлично. И чуть дальше будет еще один забавный сетап, Макгайвер сетап. По сути, нам нужно будет сейчас взять мусорку, как я понимаю, урну, поставить ее на диван и залезть на нее, для того, чтобы попасть уже на голову мутанту, что уходит здесь из стороны в сторону. О, успеет ли? Ну и, собственно, по классике, убив его сверху... Ай, чуть не упал. Ооо. Ничего такое бывает. На теле этого мутанта преодолеем часть локации и клипнем через дверь к сестричку. Да, в последнюю секцию. Ну, а здесь нам нужно будет еще выполнить миссию с их сопровождением. Если... Ничего не забыла. Попутно отбиваюсь от врагов. Сетапы тут, конечно, такие не особо приятные. Теперь все нормально? Аааа. Почти. С помощью клона можно откроть дверь. Да. А что он, собственно, и сделал? Ну, используя... Кажется, этот плейсмит называется мишень. Ну, так, да. Приманка. Да, да. Лучше подходит, да. Вот мы добираемся до двери. Может, не столь гладко, но... Такие добрались. И... Клипаем отлично. Да. Обычно большая папочка назовет сестричку, если не пойду, стуча с феймбуром по стене, скажем так. Ну, и вот миссия сопровождения маленькой сестрички. О! Успел отлично. Да, периодически сестричка замедляется из-за того, что напугана, и приходится ее иногда ждать. Да, здесь очень много условий, которые заставляют ее двигаться быстрее. В том числе, чтобы никто ее не испугнул, никто к ней не подошел, чтобы ты никого не убивал рядом с ней, и так далее, и так далее. То есть... Раньше Клотти был сам в третьих секциях. И... Жесткая... Жесткий рамкингер был. Но... Немного попроще стало. Сейчас достаточно быстро проходит. Тут она останавливается и забирает Адам. Ну, он почти в самом начале игре, когда мы скипли кат сцену, из-за чего приходилось прыгать. Мы, собственно, тогда встретили сестричку и большого папочку, она хотела забрать у нас Адам, но увидела, что мы не мертвы, и посему прошла дальше. Это если говорить о первой встрече. И почти что последней. К счастью, сестрички нам еще успеют помочь. Не в самом игровом процессе, но если говорить о сюжете. Отбиваемся от мутантов, которые все еще охотятся на нас. Ну и, в целом, еще охотятся на сестричку. Ну да, потому что они добывают Адама, и они же все Адамовы... 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 по возможности. Ну вот мы уже подходим к концу, почти что у бусфайта. Осталось только разобраться с папочкой. Используют механику квикскиксвапов, то что после выстрела гранатомета, дробовика и арбалета у них небольшая сдержка есть, но если просто как бы переключаться на плазмит и обратно, то можно скипнуть эту анимацию, спамят гранаты. Готовимся уже к следующему бою, собираю необходимые ресурсы. Мы принесли кису, чтобы засунуть в шахту. Да, кстати, видимо, как это делал. Ну, до этого надо зайти в другую комнату, если бы то. Ну, время есть, в принципе, на самом деле, потому что нам как бы надо дожидаться, пока она залезет. Ну и финальный босс Фонтейн. Очень простой, учитывая, что мы играем на легкой сложности. Каждые три гранаты Фонтейн возвращается на это, на платформу, где он висит. Да. Нам его надо четыре раза отткнуть, ну, как бы, четыре. Первый раз сразу, вот и как. По сути, нам надо его три раза задамагать и всё. Поэтому кидаем гранаты, тыкаем, кидаем гранаты. Приземляются сразу, получают урон и отправляются назад. Поэтому босс Фай достаточно простой получать сносительно. Правда, то турели ещё немного мешают, но я думаю, это не беда. Тут вообще не проблема, да? Да. О, и получилось время. Ну и, собственно, мы сейчас просмотрим уже финальную катсцену. Хорошую концовку. Да, потому как помогли сестренкам, если их игнорировать и проходить, то тоже будет хорошая концовка. Ну, там одно нам соно, по-моему, приходится по сюжету. Кажется, есть какой-то вариант, если умереть, что ли, прям перед, нахождите ним сестрёнки, как-то проскипается. Но это не столь важно. И стрички нам помогают. Судя, типа, в концовок две, но у второй, типа, есть два варианта в зависимости от того, что вы сделали с первой сестрёнкой. Ну и сестрёнки затыкивают Адама. Точнятос. У него очень много псевдонимов. Там Фрэнков куча. Да, да. И вот сестрички вручают нам ключ от города, но мы решаем всё-таки вернуться обратно и помочь им уже выйти в взрослую жизнь, освободиться от бремени маленьких сестричек. Они растут, учатся, женятся. И потом Джек старится и умирается. окружённые никогда спасёнными сестричками. Блин, красивые у них руки. О, ты беошок. Всё кончу. То есть, санжу? Кончу так. Так. С 볼е. Продолжение следует...